Мы продолжаем наши уроки. На сегодняшний день мы читаем новую книгу Торы, книга называется Шмот, имена. Глава также называется Шмот. Пром за поднятие души моего папы Якова бен Года и моего дяди Владимир бен Григорий. И вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет, с Якова пришли они. Равец как зебер в глаз веной памяти и говорит, если сыны Израиля пришли с Яковом, то кто у нас Израиль? Приводит бедраж. Бедраж говорит, что это Ицхаб. Равец как зебер продолжает. Он говорит, откуда мы знаем, что врагам тоже Израиль? И отвечает, написано в главе БО, время пребывания сынов Израиля в Египте 430 лет. Если мы отнимем от 2448 года, это год выхода евреев из Египта, отнимаем 430 лет, у нас получается ровно 70 лет нашему братцу Аврагаму. Значит, он единственный, кто может называться Израилем. Поэтому Аврагам, Ицхаб и Яков это Израиль. Потом написано, названы имена всех родначальников колен, что пришли, а Иосиф был в Египте, и после этого написано, что сыны Израиля хладились и размножались, и стали весьма многочисленны и сильны, и наполнилась имя страна. И восстал новый царь над Египтом, который не знал Иосифа. Равный шломый, говорит, в сферной памяти, он говорит, что делал вид, что не знал. И написано, что восстал новый царь над Египтом. На истории есть подобные примеры. Написано, что восстал Каина Гебеля и убил его. Наши мудрецы говорят, что смена власти насильственным путем. Значит, тогда получается, что пришел новый фараон, который мог действительно не знать Иосифа. Но есть мнение, что его вынудили, чтобы он начал угнетение еврейских рабов. Как мы вообще попали в рабство? Всевышний говорит, главе Лыхлыха, он говорит о врагах. Во время, когда он был на разведке с лотом. Он ему говорит, что 400 лет будут твои потомки в чужой стране, и будут угнетать 400 лет. После этого выйдете с большим достоянием. Всевышний обычно то, что он обещает плохое, он это не выполняет. И в данном случае тоже он это не выполняет. Он дал врагам у сына, которого зовут Исхак. И если начинаем наше знание с 400 лет от рождения Исхака, то обеззнание могло быть и речи. Все 180 лет, что жил Исхак, праведной жизнью это невозможно было. Такой праведник не может попасть в рабство. Когда умирает Исхак, не тут-то было. Яков продолжает путь своего папы. Он совершенный праведник. Когда Яков пришел в Египет, прожил там 17 лет. Он умирает. Нас опять в рабство никто не может зазнать. Иосиф продолжает жизнь своего папы. Иосифу исполнилось 110 лет. Он уже стал фараоном. Умер раньше всех братьев. Нас в рабство не загнали, потому что еще были 12 колен Израиля, остальные братья. И пока не умер последний из братьев Леви, нас в рабство не загнали. Единственное, что нас обложили налогами. Но когда умерли наши братья все, все 12 колен Израиля, тогда мы начали вести себя по-египетски. Начали отходить от Торы Всевышнего. И мы попали в рабство. Сами мы в этом виноваты. И вот 116 лет мы действительно были в рабстве. Вот такая у нас сложилась ситуация тяжелая. И вот теперь мы рабы. И фараон говорит своему народу. Вот народ сыновых израиля стал сильным. Случись война. Они привкнут к неприятиям нашим и уйдут из страны. И это не пустое слова. Он прекрасно знает, что когда еврейский народ верит в Бога, что получается. Два мальчика в 13 лет уничтожили шхемы. Два. Потому что Всевышний дал им силу. Если мы сейчас обратимся ко Всевышнему, он прекрасно понимает, чем это может закончиться. И поэтому он решил, что с нами надо что-то делать. И он призвал еврейских поветух. Имя одной из которых Шифра. Это никто иной, как Еховед. Мама будущего пророка Маше. И сестра Маше Мильям. Они были еврейскими поветухами. И он говорит, принимая рода у евреев, не сводите глаз с родильных кресел. Если мальчик, умертвите его. А если девочка, пусть живет. И написано, что поветухи боялись Всесильного. И не делали так, приказал им царь Египта. И помогали детям остаться в живых. И призвал царь Египта поветух. И сказал им. Почему вы оставляете детей в живых? И сказали поветухи. Ведь евреи не похожи на египтян. Прежде чем к ним придет поветуха, они рожают. За то, что поветухи боялись Всесильного создал им дома. От Еховет произошли дома Левины и Каганим. А от Мирьям царские дома. Вот так цари произошли. Кто-то из потомков Мирьям вышел замуж за представителя Калина Игуды. И царская династия пошла. Вот так. Значит. Потом написано, что пошел один человек из рода Леви и взял в жену дочь Леви. И она родила ему ребенка. Но мы же знаем, что это родился Маше. Значит. Мы знаем хорошо, что они и так женаты. У них уже девочка Мирьям 5 лет и мальчик Агарон 3 лет. Зачем написано, что пошел? Наши мудрецы говорят, что он когда услышал приказ фараона топить всех мальчиков, он решил, что не будет жить своей женой, чтобы не рожать детей, чтобы фараон их убивает. И вот дочка Мирьям говорит, папа, ты хуже фараона. Фараон топит только мальчиков, а ты не бьешь родиться и девочкам. Амрам подумал и опять взял свою жену себе в жены и родился Маше. Но мы видим, какая самоотверженность повитух. Мы читаем Идраш Танхума, который пишет, что Ехобед, будучи в разводе, выходит замуж за будущего, через 122 года вождя, колена Звулуна. Зовут Вальцефан Цинпарнафа, можем это прочесть в клаве Масей. И рождая двух деточек, двух пророков, Эльдада и Эмильдада, от которых мы будем читать главе Беаладха, вот такая самоотверженность. Она не согласна с фараоном, не согласна своим мужем Амрамом, она идет, она верит во Всевышнего и готова на все. Вот так же, рискуя своей жизнью, так поступает. Нам неизвестно, как они спаслись, нам неизвестно, как удалось скрыть их, чтобы их не утопили. Ну, вот такой у нас есть Мидраж. Мидраж там, как называется. Все, всем всего самого наилучшего. До встречи. На завтрашнем уроке. Всем всего самого наилучшего. Очень счастливо.